Вот так вот дети в минус пять у нас переодеваются. Артём! Артём! Почему там не раздеваешься? От увиденного у родителей пошёл мороз по коже. На школьном крыльце дети в попыхах натягивают кофты, шапки и куртки. По словам родителей, уличные сборы не баловство, а вынужденная мера. Мол, дети просто не вмещаются в школьную раздевалку. И когда дети в 7.30, 7.40 приходят, а это, извините, по 300 человек одновременно, заходят в эту дверь, и всё, там хватает места, ну, человек до 30. А заканчиваются уроки у них одновременно все. И вся эта толпа, получается, идёт вот в эту коморку. Места не хватает, детям хочется выйти, а они выходят, потому что, ну, негде. Они выходят, и на крыльце, прямо на входе, где дверь открыта, они там переодеваются. Родители утверждают, доходит до того, что детям приходится с боем прорываться в раздевалку за своей одеждой. На этих фото видно, что вещи валяются на полу. Там очень много классов, приходится через бешенки, там посадырка есть, приходится через неё ползти, и там грязь. Просто очень мало места. Проблема, по словам родителей, возникла в начале учебного года, когда в школу перевели учеников из двух других учебных заведений, закрытых на ремонт. А беспокойные взрослые неоднократно жаловались директору. Мы связались с ним по телефону, он заявил, в раздевалках места достаточно, а дети выходят на улицу по своему желанию. Вот как ситуацию прокомментировали в городском департаменте образования. Все обучающиеся раздеваются в специально отведённом для этого месте. Фойе оборудовано банкетками, раздевалка рассчитана на количество обучающихся начальной школы. Вход и выход детей осуществляется организованно и в сопровождении классного руководителя. Чиновники, впрочем, пообещали взять ситуацию на контроль. Затем, в каком виде дети выходят из школы, будут следить дежурные педагоги и администратор. Тем временем родители со страхом ждут зимы. В объёмных пуховиках пробраться в раздевалку станет ещё сложнее.